Так, всем привет! Сегодня посмотрим коробку с моделью от китайского производителя Takam T55AM, артикул 2041. Ну, китайский Takam, в принципе, нам давно известен. Один из, как я их называю, новых китайских производителей, которые где-то, наверное, в десятых годах стали массово появляться на рынке. Качественные, интересные модели, то есть прям скачок какой-то качественный у китайских производителей в этом плане произошел. Takam Menko, Rayfield Models и так далее. Модель это 2016 года, в принципе, достаточно не новая. Модель танка T55, модификация АМ. Ну, если так быстро, коротенько по прототипу сказать, да, то есть танк T55, он, наверное, известен всем. То есть это, наверное, вообще один из самых известных танков вообще в мире за всю историю. И, соответственно, это глубокая модернизация танка Т54, который вообще, по-моему, является чуть ли не самым массовым танком в мире. Т55, он чуть поменьше сериями выпускался, но, в принципе, тоже большое количество. Основное отличие от Т55 была подготовка к ведению войны в условиях ядерного конфликта, скажем так. Так, произведено их за все время, 20 лет, по-моему, до 79-го года их производили, если учесть Советский Союз и страны соцблока, то там больше 20 тысяч. А, наверное, если с какими-то китайскими лицензионными, там, или нелицензионными производствами или что-то такое, то там, наверное, гораздо больше наберется. Хотя, суммарно, из-за, видимо, большей сложности к производству машины, конечно, их произведено было меньше, чем Т54. Так что, поэтому, наверное, что-то большее про него говорить смысла не имеет. То есть, информации огромное количество, поэтому, ну, и в десятый раз ее повторять, наверное, смысла никакого нет. Единственное, что про модификацию АМ можно сказать, что это модификация переходная, модернизация модификации Т55А, она достаточно поздняя, вот эта АМ-модификация, это уже 83-й год. Соответственно, когда уже выпуск, собственно, танков был прекращен, то есть модернизировали уже до этого произведенные, он характеризуется в основном, ну, визуально можно понять, вот, дополнительной бронировкой башни. Юбки вот эти противокумулятивные появились, дополнительные броневые элементы, домовые гранатометы туча, теплозащитные кожухи на стволе, ДШКМ вернули, зенитные на башню, которые, вроде, долгое время, в принципе, не ставили какое-то время там. Ну, прицельные комплексы, там, лазерный луч и так далее, вот это вот все такие вот мелкие всякие, но достаточно существенные модификации были сделаны. Ну, собственно, вот почему такой вот внешний вид узнаваемый именно Т-55АМ, он и появился, да, вот эти штуки, как броневые элементы, они, в принципе, сразу узнаются. Я во многом поэтому именно эту модель и купил, потому что обычную Т-55, наверное, было скучновато, а вот такую Т-55 в обвесе, в обвесах АМ, это, в принципе, очень даже прикольно. Соответственно, у Такома серия Т-55 большая, у них, по-моему, около 10 или даже больше различных моделей модификации Т-55 есть в ассортименте. Соответственно, Т-55АМ, насколько я понял, по времени это самая первая выпущенная, собственно, модификация в этой линейке, а так они, вот даже, по-моему, в 23-м году, совсем недавно какую-то там еще модификацию Т-55 выпускали, Т-55 с Дроздом, по-моему. Вот, наверное, вот это по болтологии все, чтобы не затягивать. Что по коробке, значит, стандартная Такомовская коробка, достаточно толстая, высокая, как у них у всех, то есть как плюсы, так и минусы, да, с одной стороны, литников там много, поэтому толщина коробки, она оправдана, это ничего, в основном, не сдавливается при транспортировке, не ломается. Но, с другой стороны, сама коробка, на самом деле, как показывает практика, достаточно хлипкая, то есть это транспортировка хранения там какое-то, если это все стопками складывается. Коробочка, на самом деле, очень хиленькая, в том плане, что вот боксартовская часть, она начинает довольно быстро разъезжаться, вот у меня видно, что это все со следами хранения, так скажем уже, поэтому как плюсы, так и минусы есть у таких коробок, но, в принципе, мне больше нравится, чем нет. Что на, значит, боковиках коробки, значит, помимо боксарта, есть у нас варианты окраски, где, в принципе, сразу нам показывают, что отписывают даже, но это, эти варианты окраски, они будут повторяться и в самой инструкции, так что, в принципе, какого-то, наверное, глубокого с них смысла нет, кроме как иллюстрации. Так, значит, на втором боковике, да, тоже по-такомовски у нас раскладка литников, это, кстати, мне не очень нравится, вот то, что вот сразу ты на коробке можешь, по факту, даже не заглядывая внутрь, узнать, в принципе, ну, допустим, в магазине, что там, собственно, есть. Тут, в частности, вот много, ну, мы это потом посмотрим, видно, что тут помимо пластика еще много чего есть и другие модели такома, ну, в частности, вот, да, вот, не могу не ответить, очень интересная модель такома, объект 279, 4-гусечный танк повышенной проходимости, скажем так, очень интересная штука. Ладно, ну, будем нырять в коробку, я думаю, соответственно, что у нас в коробке, да, очень большая, ну, как уложена прям стопками литников, их много, они в индивидуальных все практически, ну, или там по два, по три одинаковых уложены, это по-такомовски, да, стандартные такие вот такомовские пакеты, пластика реально много, то есть это, конечно, не мини-арт, но как-то уже немножко напоминает, скажем так, то есть это напоминает, что это не серия Блиц у такома, это вроде как не упрощенный модель, то есть тут как бы по детализации и комплектации скупиться так он не должен был. Так, вот, так много пластика у нас. Внизу у нас в отдельном пакетике, соответственно, все остальное, да, такома очень все достаточно премиумно упаковано, я об этом уже говорил, инструкция тоже в отдельном пакетике, здесь помимо инструкции, давайте, наверное, сразу ее извлекать, да, напоминаю, что такомовские пакеты, это вот такой наклейкой такой поверхности, они все закрыты, то есть не запайка, а позволяет, в принципе, эти пакеты вторично использовать, даже их, скажем так, запечатывая, и практически, практически не страдает у нас товарный вид модели, скажем так, даже если мы ее изучали. Инструкция, собственно, стандартная, такомовская, буклет, плата фототравления, ну, такая, платка небольшая, но деталек на ней, в принципе, не так уж мало, то есть видим. Тросик, значит, у нас тут присутствует, ну, тросик, я смотрю, дешевый такой, то есть даже не медный, то есть это что-то такое, какой-то более, видимо, судя по всему, дешевый сплав, ну, хорошо, что он, по крайней мере, есть, и декалька, такая вот, ну, насколько я понял по инструкции, помимо этого, еще какие-то у нас условные допы должны быть в комплекте, но я так понимаю, они, наверное, должны быть у нас в других пакетах, или как-то так это должно все выглядеть, потому что ничего в этих пакетиках больше нет. Да, давайте, как обычно, с бумаги начнем. Ну, да, говорю, буклет стандартный такомов, соответственно, выглядит очень премиумно, очень дорогая, красивая печать, хоть и по факту, ну, да, разноцветная, ну, в принципе, но все равно, в принципе, многие не очень, ну, слышал критику в этой инструкции, дескать, глянцевость, как и, собственно, свет лампы затрудняя чтение, так и, собственно, как-то расположить ее на столе вроде как бывает достаточно сложно, ну, вот так вот. Ну, по крайней мере, товарный вид у таких конструкций очень крутой, значит, проекция танка, боковая, историческая справка есть вот здесь, только, к сожалению, на английском языке, но, я думаю, достаточно интересная в любом случае, гораздо интереснее, чем то, что я, собственно, про нее сказал. Предупреждение, видно про краски написано, краски традиционно, ну, по крайней мере, насколько я знаю, вроде ничего у такома не менялось. Таком, как-то, видимо, очень сильно дружит с Мигом Хименосом, поэтому краски дает только на Амма Миг. Вот он их перечисляет вот мелким шрифтом, дальше идет раскладка литников и прочей комплектации. Вот, видим, помимо пластика, значит, что вроде как у нас должны быть и полимерные шайбы на катке. Видим, что траки у нас, получается, наборные, то есть 184 трака. У нас какой-то вот должен быть пыльник брезентовый, судя по всему, на орудии, наверное, но я не знаю, из чего эта деталь, возможно, какая-то, какой-то винил, резина. Кабель, кабель, кстати, написано кабель X2, но по факту я почему-то... Почему-то я в коробке увидел только один кабель, и, честно говоря, вот этих вот деталей, ни поликэпов, ни даст кавер, так называемый, ну, пыльник, я тоже в наборе не увидел. Я, честно говоря, надеюсь, что мою коробку никто не вскрывал, и никакую комплектацию с нее не воровал. Потому что действительно немножко как-то удивляет, что я, собственно, у себя в наборе чисто зрительно не вижу ни полимерных шайб, ни, собственно, вот этого пыльника, что странно. Ну, ладно. Есть, конечно, вариант, что действительно меня обворовали, хотя вот до этого, сколько раз я распаковывал модель, такого не скучалось ни разу. Ну, ладно, посмотрим по ходу, будет интересно, я думаю, если действительно произошло. И будет ли у нас вариант, собственно, собрать модель без этого самого пыльника, например, то есть кабель у меня тоже один. Ну, сложно сказать, что они имеют в виду один-два, может быть, его можно разрезать на два, я уж не знаю. Ну, да ладно, давайте смотреть. Дальше сразу начинается сборка. У Такома, как обычно, да, вот он тоже не скупится на бумагу, соответственно, шагов много, но они очень такие подробные и крупные. Соответственно, 3D-проекции такие у Такома. Ну, видно, что начинается всё с ванной корпуса, которая одна деталь, тут ставится дополнительная модификация. Сразу хочу сказать, что Такомовская модель, она, в принципе, сейчас, конечно, уже считается не такой интересной. То есть выходили райфилдовские Т-55 и так далее, которые, вроде как считаются, ещё более крутыми, чем Такомовские. Но, в принципе, оно и год производства, 2016-й, поэтому, ну, оно и понятно, прогресс как бы не стоит на месте. Крупные детали. Вот видно, что-то мы под нищу должны сверлить. Нам Таком показывает, что диаметр сверла и так далее. Дополнительные какие-то крышки. Ну, звёздочки, соответственно, ленивцы. Всё это отдельно крупно показано. Ну, видно, что деталей не так, чтобы супермало. То есть, на самом деле, собственно, видно, что детализация достаточно серьёзная. Вот Такома. Под сборки, вот, видим, тоже такие почти как у звезды. Да, всё ещё продолжаем. Детали подвески. Так называемые балансиры всяческие. Вот там амортизация и так далее. Опять же, всё это, ну, такие, показано под сборками. К четвёртому шагу у нас появляются катки. Опять же, катки вот у нас из целых аж четырёх деталей. Видно, что бандажи у нас. По два бандажа на дорожный каток. Они сделаны отдельно. Насколько я помню, это пластик. Это не винил, не резина никакая. То есть, соответственно, теоретически мы можем красить эти самые бандажи отдельно. И как бы тем самым экономить своё время. Да, видимо, с рифлением бандажи, то есть, вот эти самые элементы резины литья на катках тоже, вроде как, копийно воспроизведены. Хотя, конечно, в реальности при эксплуатации они, вроде как, насколько я понимаю, довольно быстро вот это рифление вытирается на реальных машинах. То есть, теоретически можно, в принципе, если более, скажем так, походившую машину воспроизводить, то можно это, наверное, рифление даже истачивать. Так, ну вот, такие вот у нас катки. Видно, что две модификации у нас целых катков, судя по всему, есть. И дальше мы переходим, переходим к корпусу. У нас не из корпуса уже получается собор. Мы собираем верх корпуса. Написано, что надо что-то подсверлить. Опять же, не совсем понятно, имеется в виду сверлить вот только по два отверстия или вот эти все отверстия имеется в виду сверлить. Ну, непонятно. Будет понятно по ходу сборки. Также под башено вот это кольцо. Написано вот это вот пояснение. Оно говорит о том, что, видимо, у нас тут уже в какой-то момент должны фототравлённые сетки устанавливаться. Они обозначены им, ну, скажем так, эта рамка обозначена ТП у нас. И написано про то, что вроде как бы мы какую-то там деталь не должны ставить, если у нас задние вот эти вот лючки будут в открытом положении. В общем, что-то такое. Но я, честно говоря, вчитывал все это в это пояснение. Не совсем оно понятно, если честно. То есть нам предлагают сверяться с 17-м шагом, что-то там примерять. Ну, в общем, речь идёт про вот эти вот задние лючки, которые действительно частенько на живых рабочих машинах. Они действительно открывались, приоткрывались. Так вот, в принципе, видимо, об этом нам так он говорит. Но не то, чтобы я прямо чисто вот по вот этим дополнительным сноскам что-то прям понял, что именно там нужно нам предусмотреть. Но, видимо, разобраться это можно с этим в ходе сборки. Помимо этого, лобовая деталь, вот дополнительная бронировка. Люк механико-водитель. Если да, напомню, никакого экипажа нет, соответственно, наверное... Ну, и как интерьер, собственно. Соответственно, наверное, в открытии люков какого-то особого смысла нет, наверное. Если только не докупать, собственно, автомаркетный экипаж. Ну, в любом случае, так нам конкретно в инструкции про опции на открытие люков ничего не говорит. Но, возможно, теоретически можно склеить это все и в открытом виде. Да, вот маленькие детали фототравления. Там еще какие-то элементы крепления дополнительного оборудования. Но у люка вот есть какой-то внутренний подбой. Тут, несмотря на то, что он открывается вбок, он не будет виден. И к седьмому шагу мы переходим к сборке гусениц. Да, еще раз. Гусеница полностью наборная, но абсолютно не рабочая. То есть, это просто, грубо говоря, все склеивается. На клей, как обычно это делается. Ну, как я это обычно делаю. То есть, сажается, проливается клеем, скажем так, собранная на сухую гусеницу. Дожидаемся какого-то высыхания, плюс-минус затвердевания. Набрасываем на катки, формируем все нужные провисы. И потом, собственно, оно высыхает, и как-то потом уже начинаем оперировать этим делом. Либо для покраски снимаем гусеницу вместе с катками, как-то сдвигаем. Либо как-то пытаемся аккуратно просто ее снять с катков, с зазвездочки. Ну, в общем, когда у вас такого рода траки, то есть, они наборные. С одной стороны, это хорошо в том плане, что провис, туда все можно изобразить. С другой стороны, конечно, сразу проблема у вас не возникает с покраской. Потому что, собственно, оперировать уже склеенной гусеницей, это тяжело. Это тяжело, то есть, это постоянно вам будет что-то ломаться, отваливаться, расклеиваться и так далее, т.д. и т.п. Ну, в целом, если изловчаться, моделизм он весь на 90% из этого состоит, то, в принципе, разобраться можно. Ну, дополнительно какие-то навесные элементы уже как бы ставятся. Тут у нас мелкая деталировка какая-то появляется, опять же, да, очень подробно. Вот так мы реально по 5-5 деталей на шаг у нас тут приклеиваются. Кормовые детали, бревно ту самую, я смотрю, в одну деталь бревно, опять что-то на корме просверливается. Еще просверливаем много, видимо, потому что, соответственно, модель унифицирована с еще 10 целыми различными модификациями этой же модели. Поэтому, видимо, под каждую модификацию танка сверлим что-то свое. Так, вот эти элементы, я так понимаю, это у нас чисто пластик какой-то свой элемент. А трос у нас, соответственно, 111-мм кладется сбоку. Ну, судя по всему, не знаю, сколько всего тросов пока это указано. Один куш вот показан, не совсем понятно, как куш сделан. Это, наверное, на пластике можно будет увидеть. Ну, соответственно, вот эти все элементы-борзговики, это все у нас пластик, но их сложно вообще-то изобразить в травлении, хотя пластиковая, наверное, толщина может быть и не копейная, не знаю точно. Ну, шанец, запасные траки, надгущенные полки, вот опять же все это ставится здесь у нас, показано. Травленные детали тут у нас присутствуют. Вот как выглядит трос, в принципе, у нас на полке, я так понимаю, лежать будет, а вот передняя его часть, судя по всему, он тут как-то таком это немножко странно показал. Передняя его часть, наверное, должна куда-то уходить, зацепляться спереди. Не знаю, на боксарте это видно где-то или нет, тут не совсем понятно. Ну да, вот если увидеть, вот чисто поправиться, посмотреть, да, она должна за крюки буксировочные зацепляться, но довольно забавно, что таком нам это как-то не очень показал, то есть вот здесь показал, а с той стороны, видимо, мы потом будем разбираться, ну да и ладно. То есть с полками мы заканчиваем. Вот эти вот треугольнички, уголки, скажем так, для крепления полок надгусеничных, поддерживающие элементы этого самого прибора, господи, как-то освещения. Освещение, тут видим, что все, я так понимаю, обрешетка, защита приборов, освещение, фар и так далее, она, я так понимаю, нам дана полностью из травления. Ну, с одной стороны, наверное, это круто, с другой стороны, травленные детали плоские, по факту там, скорее всего, был круглого сечения какие-то изогнутые пруты, поэтому, с одной стороны, вроде геморроя с травлением будет дофига, с другой стороны, наверное, не очень-то это будет копийно по итогу выглядеть, ну, такое, в общем, на самом деле, с травлением придется пострадать на этой модели, это уже понятно. Ну, дополнительные ящики ZIP, еще немножко запасных траков туда-сюда, вот, опять же, вот эти все три уголки, они все, кстати, из травления сделаны, то есть, по идее, наверное, копийная толщина. Да, на, так, дополнительные баки, опять же, на надгусеничных полках, тоже какая-то проводка к ним, там, пробопроводы, что уж, я даже не знаю, с чем это, баки топлива, либо что-то другое, сложно сказать, честно говоря, не особо так прям сильно шарю за конструкцию. Второй трос у нас, 105 миллиметров, но, честно говоря, вот я сейчас думаю, сколько тут может быть сантиметров. К вопросу о двух тросах. Ну, теоретически, по длине, в принципе, да, по факту длины троса хватает, наверное, на два троса, соответственно, да, наверное, это сходится, то есть, 10-сантиметровый тут, ну, 11-сантиметровый тут, 10-сантиметровый тут, то есть, наверное, с тросами меня вроде не обворовали, хотя пока не совсем понятно. Еще ящики ZIP, ну, я смотрю, многие ящики из нескольких деталей собираются, опять что-то много мы сверлим, тут что-то там вот есть, у нас такие элементы, еще ящики, еще какие-то элементы, вот, ну, скажем так, обеспечивающие на реальном танке, видимо, откидывание крышки над МТО. Появляются вот эти вот противоаккумулятивные юбки, эти экраны, по-моему, там резина-брезент или что-то такое, они делаются, ну, они в одну деталь, я смотрю, все сделаны. Наверное, скорее всего, какой-то рельеф на них, похожий на резину или брезент, должен быть изображен. Мелкие элементы, дальше, что, еще больше баков с другой стороны, надгущенных полках, травленные какие-то вот полосы, элементы, много всего, какая-то проводка к этим самым, трубопроводы к этим самым бакам, то есть, в принципе, мелочевку, вроде так, не забыл, много деталей из травления, решетки, опять же, вот те самые, видимо, крышки, о которых нам, по-моему, на четвертом, на пятом шаге говорили, и как раз было написано сверяться с семнадцатым шагом, это, судя по всему, вот. Видимо, речь шла о том, что если крышки вот эти будут сделаны закрытыми, то травление, наверное, и какие-то доп. детали туда вклеивать смысла не имеет, а вот если мы будем делать открытыми, то, в принципе, там не нужно ставить глухую деталь, я так понимаю, вниз там, или что-то такое, и травление, вместо этого будем строить отравленные решетки и т.д. и т.п., я так понимаю, наверное, об этом там речи была. Дополнительные вот элементы на корму вот здесь в самом конце у нас останавливаются, куши какие-то, а, ну вот, кстати, показано, да, что как вот заходит трос у нас где-то, довольно забавно то, что как бы трос они сначала показывают, как крепить одну его часть, и где-то потом через несколько шагов только показывают, как, собственно, крепить другой конец троса, да вот он тоже сзади тут на корму заходит, даже не очень понятно, то ли куш тут из двух деталей, то ли, а, это, видимо, тот самый крыл, который, наверное, должен засыпиться этот куш, ну, ладно, в принципе, можно разобраться, не то, что это прям как-то дико сложно, ну, собственно, держатели под дополнительные топливные баки, кстати, ну да, дополнительные топливные баки, собственно, дает у нас таком, но они сделаны по классической схеме, тут как бы две половины как бы со швом по бокам, вот с этими круговыми элементами все это замыкается, то есть никаких тут чудес не изображено у нас, ну, единственное, да, при сборке вот эти топливные баки, они, в принципе, характерны в основном для танков на марше, собственно, в основном для этого эти баки использовались, если как бы собирать модель, скажем так, в боевом состоянии, да, то эти баки вроде сбрасывались, насколько я знаю, потому что, ну, собственно, тащить их в бою, тем более наполненных горючим, никакого смысла не имело. Соответственно, другие юбки с другой стороны, и к 22-му шагу мы переходим к башне, башне, то есть, я так понимаю, дальше пойдет в основном башня, видимо, на 21-м шаге у нас корпус танка, собственно, полностью практически склеен, сразу по-такамовски появляются вот эти вот модификации, обычно так им их изображают, вот как раз через индекс, через дефис, соответственно, он пишет, что это с пулеметом, есть вариант на башню, есть варианты без пулемета, судя по всему, ДШКМ зенитный имеется в виду, там как раз вроде как по этим модификациям были варианты, ставились ли эти ДШКМ или нет, ну, соответственно, видимо, разные мы тут просверливаем, соответственно, видимо, крепление по этот самый ДШКМ. Что тут из интересного? Ну, я так понимаю, это у нас паренный пулемет, соответственно, изнутри башни крепится, детали прозрачные, вот этот S-литник, это прозрачный пластик, то есть перископы у нас прозрачные, это не серия БЛИЦ, тут как бы вроде с детализацией этой всей штуки она, в принципе, все в порядке. Ну, антенный вывод, насколько я понимаю, как саму антенну делать, наверное, так, мы опять забыли у нас, как, что там где, элементы как раз вот этих, как, собственно, спаренного пулемета, так, возможно, каких-то прицельных приспособлений, или что у нас, ну, мелочевка на башню, сразу вот это все начинается, ну, да, кстати, башня, нижняя часть, верхняя часть все в одну деталь, но, в принципе, по Т-55 так обычно и бывает, собственно, там из нескольких деталей собирать особо нечего, башня литая, круглая, поэтому такая вот штука. Ну, элементы, судя по всему, каких-то прицельных комплексов, то есть это что-то такое уже продвинутое, это уже 83-й год, много травленных каких-то рамок, тут и т.д. и т.п., мелочевки, какие-то дополнительные, ну, вот, кстати, да, вот эти дополнительная бронировка на, скажем так, перед башней, которая вот очень характерна именно для модификации, модификации АМ. Еще мелочевка, еще много, ну, травления тут нету, тут травления много, то есть на башню всяческие крючки, серьги, скобы и т.д. и т.п. Башенка, ну, как сказать, не башенка, а, как сказать-то там, по-английски купола, ну, по-русски я забыл, честно говоря, термин, ну, короче, вот что-то типа элемента люка командира, скажем так. Что у нас тут еще, значит, из такого, ну, это, если не ошибаюсь, что-то там для подводного хода, кажется, какая-то труба, хотя не уверен, если честно, уже, честно, я и позабыл, что это за элемент, характерный тоже для советских танков. Собственно, те самые элементы дымовых гранатометов тучи, которые, как раз, если не ошибаюсь, впервые появились на этой модификации 55-ки. Опять же, приборы освещения, опять же, я смотрю с вариациями на закрытыми крышками, да, то есть, либо на открытые, соответственно, судя по всему, наверное, ну, тут не прозрачный, вроде как пластик, но это, скорее всего, какие-то, наверное, там, возможно, инфракрасный прожектор или что-то такое, там, возможно, прозрачный это пластик или нет, не имеет особого значения, но вот тут, я смотрю, вроде как не прозрачно используется, тут не совсем вообще понятно, это вариант на открытый или закрытый, так как вот чисто зрительно, вот что крышка, что не крышка, оно выглядит как-то абсолютно одинаково на инструкции. Ну, да ладно, опять же, левая бронировка дополнительная по башне, вот этот элемент, и появляются у нас люки. Ну, люк, я смотрю, достаточно мощно детализированный внутри, то есть, это люк командира, насколько я понимаю, соответственно, всё-таки, наверное, если у нас такая детализация люка внутри есть, то теоретически, наверное, есть возможность склеить его в открытом положении. Что-то мы тут подрезаем, но конкретно вот именно опции на возможность открывать люк, я тут, ну, в плане того, что сделать его подвижным, я не вижу, то есть, детализация есть, но, как бы, сам таком нам, вот всё, что он в инструкции нам указывает, это что склеить, мы должны его просто закрытым, и, соответственно, поместить на своё место. Ну, видимо, наверное, дальше уже на откуп самого моделиста, сможет ли он разобраться, можно ли сделать этот люк открытым, и, допустим, какую-то сигурку туда вставить, таком, однозначно, про это нам ничего не говорит. Ну, записи на держатели, опять же, прожекторы, искатели всячески, опять же, на командирскую башенку, дополнительные элементы какого-то бронировочного подбоя, ну, и т.д., и т.п., то есть, очень много всякой вот такой вот мелочёвки. И, соответственно, к 32-му шагу у нас стыкуются верхние и нижние половины башни, появляются элементы, так понимаю, подвижности ствола. Насколько я понимаю, подвижность ствола у нас вроде как должна сохраняться, хотя, что забавно, на этих элементах, которые вроде как, ну, я так понимаю, собственно, должны заведовать этой самой подвижностью. А, хотя нет, хотя нет, извиняюсь, подвижности ствола у нас быть не может, потому что у нас брезентовый пыльник на орудии, соответственно, нет тут никакой подвижности, по крайней мере, из коробки быть не может. Вот самая та деталь DustCover, которую они называют, и которая, честно говоря, не совсем понятна, есть ли она у меня внутри набора, потому что что-то я чувствую, что-то ее бегло не увидел, а она вот таком обозначена именно как отдельная деталь, которая не совсем даже понятна, из какого материала изготавливается. Ну, в общем, это все подготавливается под установку оружия. Орудия тоже какое-то количество тут мелкой деталировки. Орудия, как мы видим, вот таком один вариант, всего лишь, к сожалению, на две половины ствола. Не осилили мы тут никакой ни технологичности литья, никакой не металлический ствол, ничего у нас в комплекте этого нет, просто из двух половин, как по старинке, так сказать, как деды делали, склеиваем со швом, и, соответственно, устанавливаем вот это все дело. Тут какое-то мелкое пояснение, ну, соответственно, вот этот элемент, сложный всегда на советских танках, соединение механизма подъема ствола с прожектором, который вечно какой-то геморройный всегда по сборке. Ну да ладно, поэтому обычно его всегда приходится крупно пояснять. Ну и дальше, понимая, собственно, детали люка-стрелка, насколько я понимаю, тоже, опять же, есть вариации на один-два вариант, соответственно, ну, видимо, как раз вот второй вариант у нас, точнее, нет, первый вариант это у нас с возможностью установки пулемета. Пулемет, я так, кстати, понимаю, устанавливается у нас не у командира, а у стрелка именно. Ну или кто там у нас заряжающий сидит, я, кстати, точно не помню, если левый, понятно, что это люк точно командира, потому что он обвешан всякой наблюдательной оптикой, то правый люк, я, честно говоря, не понимаю, не помню, чей он на 55-ке, то ли стрелка, то ли заряжающего, потому что заряжающий еще присутствовал на этих танках, никакого автоматозаряжания еще на этом этапе не внедрялось. Ну, видно, что, конечно, наверное, интереснее вариант с ДШКМ. ДШКМ тут собирается вот отдельно, под него, опять же, показаны, соответственно, ну, видимо, это как раз на вариант с ДШКМ навешаны, собственно, коробки патронные, соответственно, ну и есть вариант, я так понимаю, с другой формой люка, вообще, это, видимо, у нас без пулемета вариант. И, соответственно, даже эти варианты у нас всплывают в самом конце, где, собственно, у нас и показывается, как эти два варианта финально должны выглядеть. Да, вот у меня тут, к сожалению, лампа отсвечивает на глянцевой поверхности, но видно, что основное отличие это люк другой и наличие, собственно, зенитного пулемета ДШКМ. В остальном, наверное, если есть отличия, то они не очень существенные. В 37-м шаге все это завершается у нас, эта сборка, и такомовские схемы окраски и нанесения декалей, соответственно, на четыре варианта дает таком у нас. Краски исключительно у мамик, миленько все так очень указано, варианты, собственно, у нас четыре. Ну, привязка очень условная в плане того, что буквально написано, что это российская морская пехота, ну, то есть российская, не советская. Кстати, да, действительно, очень часто вот именно любят танки Т-55 использовать, изображать и моделировать на буксартах, показывать именно варианты для морской пехоты, то есть для советских там вот этот характерный флаг-эмблема советской морской пехоты для российских вариантов, да, вот этим характерным якорем вот на крышке прожектора, соответственно, то есть очень любят показывать, как они, собственно, выезжают из десантных кораблей на буксартах, то есть, ну, такая тема довольно частая. Ну, без привязки к подразделению, без привязки к ГУДУ, то есть некая абстрактная морская пехота Российской Федерации, это некая абстрактная российская армия, то есть, опять же, сложно сказать, она российская, советская, то есть вот Russian Army можно прочитать и как просто русская армия, да, соответственно, и подумать, что это может быть и советские танки, я даже не знаю, честно говоря, то есть года нету. И армия Анголы, судя по всему, наверное, на конфликт в Анголе что-то такое у нас сделано. Да, я забыл, что, да, операторы этих танков, как Т-54, огромное количество стран, они экспортировались, в том числе кое-где лицензионно производились во многом большом количестве стран, участвовали за 20-й и даже 21-й век в большом количестве конфликтов, собственно, продолжают еще во многих странах использоваться, вот, в частности, Ангола и, в частности, вот, Кубинская армия, тоже абсолютно непонятно на какой год, к сожалению, ну, зато камуфляж интересный, ну, самый интересный камуфляж, наверное, все-таки у морской пехоты российской, и на этом, собственно, инструкция у нас завершается. Да, краски Амамик, декальки у нас, ну, показано, их не очень много, так что давайте. Собственно, смотреть пластик и разбираться, где меня с комплектацией обманули, потому что у меня что-то такие сомнения, что у меня почему-то половину комплектации своровали, что довольно-таки странно. Так, первым делом у нас башня полностью, башня, ванна корпуса полностью в одну деталь, это достаточно по-такамовски, они практически во всех моделях так своих делают. Детилировка днища какая-то присутствует, в основном, ну, не выглядит, что оно супер детализировано, но тут накладывается много дополнительных деталей, поэтому... Ну, кстати, по просле вверливым отверстиям можно увидеть, что изнутри есть под них отштамповка, то есть будет понятно, куда чего сверлить, это нормально, это хорошо, ну, в остальном такая достаточно качественная, по-такамовски отлитая башня, ой, башня, все время почему-то хочу назвать башню ванну корпуса, как бы больше про ней сказать особо нечего. Что у нас еще из крупного? Собственно, башня... А, ну вот, немножко, так сказать, интрига, слава богу, начинает в мою пользу разрешаться, так, как-то не очень просто даже распаковать ее, я вот пытаюсь понять, что тут... А, все, я понял. Сбоку у нас расклеиваются пакетики такомовские, даже не сразу... А, все, понял. Вот так он сделан, они его в два раза сложили. Да, вот, собственно, одна верхняя деталь башни полностью одна, то есть текстура литья, так как башня литая, такомом изображена, то есть видно, что тут такое все неровненькое, слегка бугристое, в целом выглядит прикольно, то есть литьевые у литьевых, судя по всему, сварные швы там, где они есть, таком тоже попытался показать в этом плане. Ну, чисто визуально так вроде бы неплохо. Уж, наверное, с Райфилдом, конечно, 23-го или какого там года он, наверное, уже, конечно, выглядит, может быть, не так прикольно, но, соответственно, вроде бы неплохо старались. И вот тот самый пыльник, соответственно, брезентовая защита маски орудия, которая у нас упоминалась, она оказалась вместе с башней, то есть в этом плане не обманули, я уже боялся. Она сделана из такого серого резинистого винилового материала, то есть не совсем понятно, в принципе, зачем это такомом сделано, то есть я не знаю, они действительно думают, что можно какую-то подвижность что-ли реализовать, или кто-то будет как-то изгибать этот брезент, я не знаю, то есть пушку как-то... Ну, то есть я не вижу тут прямо на самом деле какой-то вот, несмотря на мягкость этого элемента, что тут есть какая-то возможность как-то поиграться углом наклона пушки. Поэтому оно, конечно, по факту-то выглядит прикольно, но не то, чтобы я... Если бы эту деталь дали просто в пластике, я не то, чтобы увидел большую разницу. Поэтому, ну, вот есть и есть. В принципе, так довольно часто делают, но не то, чтобы прямо это как-то вау какой-то эффект вызывало. Так, дальше крупные детали еще. Значит, у нас прям на совесть упаковывает так, он даже реально не сразу-то понимаешь, где, собственно, это все разворачивать. То есть они как-то их очень хитро завернули в два раза. А, все понятно. Поэтому, так, это детали у нас всех самых противокумулятивных брезентов, резиновых юбок, которые позже были характерны практически для всей советской бронетехники, а вот на ранние модификации Т-55-х они не ставились. То есть там катки, гусеницы были ничем абсолютно не прикрыты, а вот Т-55-я модификация... А модификация М, по-моему, как раз их начали ставить. Они тут, видите, такие развитые. То есть есть сама юбка, а есть еще такой сверху элемент, который вот там будет как бы даже немного вверх торчать. То есть по факту, то есть как бы дополнительная какая-то защита у нас присутствует. На той части, что вот... То есть вот верхняя, получается, часть, и вот это вот виден такой, ну, рельефчик. То есть как будто действительно какая-то резина, брезент, я не знаю, что-то там комбинированное такое. Изображено у нас. Нижняя часть... Не совсем понятно, что тут так имелось в виду. Ну, хотя, возможно, да, вот эти юбки-то и были. Просто, наверное, возможно, добавились на Т-55 как раз вот эти верхние элементы дополнительных. Это даже не назовешь юбки. Это какие-то такие специальные фартуки, которые прямо уходят вверх от юбки. Ну, соответственно, где там у нас инструкция? Можно показать, как это должно было выглядеть. То есть вот этот элемент. То есть по факту он как бы прикрывает условно боковину корпуса. Ну, по факту, кроме как на Т-55 АМ, я не то чтобы где-то видел, чтобы еще на советских машинах этот элемент использовался. Поэтому, наверное, он не особо-то прижился. Ну, а нижние юбки вот в данном конкретном машине я не совсем понимаю, с чего они сделаны. То есть на них рельефа не видно. Такое впечатление, что они абсолютно прямые. И вроде как бы должны быть, наверное, металлическими. Ну, да ладно. И, соответственно, тут же у нас на этом же пакетике детали с, так понимаю, надгусечными полками. Вот их внутренняя часть. Тут просто огромное количество штамповки под различные, видимо, варианты сверления. То есть они все сделаны с внутренней части. То есть, видимо, где-то нам что-то подсверливать. То есть у нас не будет проблем, чтобы понять, где именно подсверлиться. Но если бы, конечно, этой разменки бы не было, то, конечно, это практически, я не знаю, как можно было вымерить бы правильное, собственно, отверстие. Ну, частично отверстие сделано уже готово в пластике. Ну, какие тут элементы решеток и так далее. Вот бревно, бревно такое интересное, прям даже немножко, можно сказать, изогнутое. То есть прям такое бревно, которое старается выглядеть бревном в одну деталь и с каким-то рельефом дерева. То есть прикольно, весело, задорно. Ну и, по-моему, какая-то кормовая деталь, если не ошибаюсь. Ну, по толщине надгущенных полок, я уж не знаю, они так, кому довольно толстые, какие уж они там в реальности были. Я прям не берусь, не берусь прям судить. В пластике они довольно-таки массивные. Так, что еще? Крупный литник с мелочевкой. Так, где он открывается? Так, что у нас здесь имеется? У нас здесь имеется под башеной вот этот погон, соответственно. Ну, насколько я понимаю, нижняя часть башни, да, это она и есть. Деталь плита надо машино-трансмиссионным отделением. Ну, тут некоторые лючки отлиты прямо на ней, собственно, на этой детали. Соответственно, тут не то, чтобы прямо, но некоторые оставлены решетки именно под травление, под лючки, под всякое такое. Детали крепления, если я не ошибаюсь, по-моему, ведущих звездочек вот здесь же у нас находятся. Те самые дополнительные баки на полках, которые над гусеничных расположены. Элемент, ну, вот этот круглый элемент, который я не очень помню для чего он, честно говоря. То ли для какого-то подводного хода, то ли для чего-то такого. Ну, вот он тоже круглый, но он располовенен, будет со швом. Также у нас здесь какая-то альтернативная маска орудия. Не совсем понятно, то ли это под другие модификации, скорее всего. Я думаю, это, скорее всего, под другие модификации Т-55, так как этот литник, скорее всего, ну, вот, 15-2041 указано. У меня, если я не ошибаюсь, модификация 2041. Возможно, я не помню, выпускал ли таком Т-54. Возможно, и с ним там какая-то унификация есть, если он выпускался. Так как танки во многом практически очень похожи. Ну, да ладно. Ну, и всяческая-всяческая-всяческая-всяческая гора-гора мелочевки. Вот какой-то микротросик, шанец с лопатами здесь же. Лючки водительские. Водительский лючок. Какие-то элементы каких-то крышек, панелей, что-то там осветительных приборов. Соответственно, элементы всяких креплений, всяческих поднимаемых люков. Много-много-много деталей, собственно, если не ошибаюсь, на нижнюю лобовую деталь, там, с креплениями под всякие, там, минные травы и прочее, 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 прочее. Соответственно, что еще тут можно такого сказать? Ну, куча-куча мелочевки такие, очень характерные, кстати, такие для такома литники с сечением таким прямым, да, как будто срезанные, да, то есть обычно бывают круглые, да, а у такома вот они как будто бы сделаны плоские с одной части, это характерно. Для такома по литью как бы, ну, все достаточно стандартно. Не скажу, что как-то вот тут прям дико все технологично, весело, прикольно, но достаточно интересно. То есть такома, я как скажу, что субъективно это, ну, новый прикольный производитель, но он, наверное, не совсем такой премиумный и не совсем такой уже прям котирующийся максимально, как, например, Райфилд или, может быть, Менг. Но в целом модели такома, они и в среднем гораздо более бюджетные, то есть их модели, они в среднем, ну, дешевле достаточно сильно, поэтому как бы тут чудес не бывает и у такома, в принципе, видно, что в целом, ну, наверное, в чем-то он немножко попроще. По крайней мере уж его 55-ка, скорее всего, точно проще, чем, наверное, Райфилдовская. Причем под проще я не имею в виду, что она проще по детализации, а имею в виду, что она, наверное, проще по технологиям изготовления. По сборке она, может быть, даже и сложнее быть, кто ее знает. Смотрим еще один пакетик. Тут у нас, соответственно, лобовая деталь совмещенная, тут же и люк, собственно, у нас механика водителя. Видим, что элементы под перископы у нас, соответственно, с проемами, то есть подразумевается, видимо, что будет вставляться сюда прозрачный пластик. Да, это не серия Блиц, вот все это есть. Запасные траки элементы. Брызговики, скорее всего, передние, насколько я помню. Элементы какого-то дополнительного подбоя, кстати, может быть, как раз антирадиционного. Вот это, по-моему, задние брызговики, если я ничего не путаю. Ну и чуть-чуть-чуть-чуть мелочевочки всякие. Ну так, в принципе, то есть, как бы вот видимых огрехов. Но я и про Трампитер все время говорю, что видимых огрехов у него нет, конечно. Трампитер, наверное, все-таки по-общему может чуть более неряшливый в литье. Таком он чуть более аккуратный в литье, но, наверное, все-таки и при этом до какого-нибудь условного райфилда он и не дотягивает. Тут еще один литник с частично мелочевкой, частично с крупными деталями. Много литников, я говорю, реально много, то есть немножко уже каким-то миниартом попахивает. Ну тут, собственно, наверное, реальная нижняя часть башни, то, что я до этого смотрел, я не помню. Это какой-то из элементов нижней части башни или там какая-то деталь под башеном этого кольца. Я даже не понял, что это было на предыдущем литнике. Промаркировано, что это у нас тоже совмещен 2015-2041 с каким-то другой моделью Такома. Также здесь ствол орудия присутствует, располовиненный, но я, честно говоря, так чисто визуально, чисто визуально... Ну, скорее всего, это не наше орудие, потому что у нас орудие с развитыми всякими кожухами, соответственно, теплозащитными должно быть. Тут это прямое орудие, то есть, скорее всего, я подозреваю, что это орудие не от нашей модификации. Ну, да ладно. Соответственно, детали под люк стрелка и, видимо, командира, наверное, вместе тут все совмещено. Соответственно, детали люков, наверное, и стрелка и командира тоже здесь. Да, они у нас на два варианта, я напоминаю, на установку пулемета зенитного и можно и без пулемета собирать. Здесь детали, соответственно, прожекторов вот этих, судя по всему, инфракрасных. Ну, вот, видимо, да, вот как раз вот та деталь, это, видимо, подразумевается у нас без крышки, а это, наверное, крышки. Ну, без крышки, соответственно, наверное, подразумевается, что тут должно быть черный цвет, так сказать. Ну, то, что они сделали его, наверное, из прозрачного пластика, наверное, немножко минус все-таки. Наверное, было, наверное, адекватнее прожектор без крышки делать из прозрачки. прозрачки, но может быть не то, что это прям принципиально, потому что если это инфракрасный прожектор, он все равно будет закрыт черным стеклом, ну как не черным, а темным, соответственно, ну и мелочевки, какие-то антенные вводы, элементы опять же башни, там вот это вот серии какие-то, мельчайшие какие-то детали, какой-то проводки, чего-то такого, куча всякой мелочевки, особо прям как-то останавливаться на чем-то конкретном нет, единственное могу сказать, что ну, вроде каких-то дичайших проблем я не вижу, может быть подвод питателей, конечно, в не очень удобных местах, да, вот где будет сложный рельеф, и это все как бы, конечно, будет тяжело потом, собственно, зачищать, не испортив какие-то элементы, детали, но это, в принципе, для такома достаточно стандартная тема, а, ну вот еще есть прикольно, вот это вот, насколько я помню, это деталь спаренного пулемета, она сделана просто в пластик, устанавливается внутрь башни, ну, как мы видим, это таком, но тем не менее, здесь он не использует никакого многоразъемного литья, и, судя по всему, ствол этого спаренного пулемета он просто абсолютно глухой, то есть никаких, так сказать, чудес у нас на модели 2016 года не присутствует. Ну, судя по всему, несмотря на то, что таком, вообще много использует многоразъемности в своих моделях, но, видимо, это модель тех лет, когда, собственно, он экономил, еще экономил, поэтому, собственно, тут в чем мы и видим отличие, наверное, от более, скажем так, премиумных производителей, как бы, деталей у нас это, собственно, много, но технологически видно, что это не далеко, не какой-то космос. Так, деталь, соответственно, литник у нас, судя по всему, относящийся к нашей именно модификации, где, собственно, мы увидим наше орудие, так, и, соответственно, сейчас просто я помню, что у меня тут одна деталька была потеряна, я сейчас как-то немножко в сторону вроде посмотрю, почему-то она как будто опять куда-то исчезла, ну да ладно. В общем, судя по всему, абсолютно наша модификация, опять же, вот, судя по всему, наш ствол орудия, он тоже располовинен, у него довольно сложный рельеф из-за этих кожухов, соответственно, ну, не знаю, автомаркет, убирать шов, то есть это все довольно сложно, конечно, будет делать своя вот эта вот, ну, скажем, деталь люка, если не ошибаюсь, командира, по-моему. Детали дымовых гранатометов, опять же, вот одна деталька куда-то исчезла, не совсем понятно куда, потому что я уже находил вот эту отломанную деталь, кладит дымовый гранатомет, в коробке, я вроде как бы ее кидал в пакетик, но почему-то она опять каким-то... А, вот она была найдена, эта деталька, да, к сожалению, вот эта деталька почему-то валялась даже не в пакетике, собственно, а непосредственно в коробке, очень хорошо, что она никуда не потерялась, но вот один гранатомет отломался, видимо, судя по всему, где-то на этапе упаковки литников он отломался и упал в коробку. Ну, мелочь, мелочь, но да ладно. Ну и какая-то тут дополнительная мелочевка, опять же, все это по башне, скорее всего, именно по модификации АМ. Много, много литников, на самом деле, некоторые из нас довольно мелкие, то есть, действительно, это немножко прямо так вот отдаёт уже каким-то ощущением мини-арта. Реально много литников, то есть, видимо, маленьких, потому что они не унифицированы с базовой моделью, скажем так, ну, нахотят базовой моделью красновенной является этот Т-55АМ. Вот опять литник, относящийся к 2015-2041. Не помню, что такое 2015, если честно, так, возможно, какая-то Т-54-ка или ещё какая-то Т-55-ка, ну, да ладно. Вот опять же, детали люка, ну, я не знаю, это подзывает, наверное, это всё-таки люк стрелка или заряжающего, кто там у нас, собственно, кому там позволил он у нас оперировать Дэш-КМ. Соответственно, сам Дэш-КМ вот тут вот, к сожалению, опять же, никакого многоразъёмного литья, поэтому ствол Дэш-КМ абсолютно глухой, то есть, рассверливать его, судя по всему, придётся нами самим. Ну, детали крепления, там пулемёты, вот это вот всё, станка, детали люка частично, сам люк, соответственно, коробка, вот эта с патронами, тоже располовиненная, да, почему-то, уж не знаю, почему, вроде не такая же крупная деталь, не смогли мелочёвочка-мелочёвочка-мелочёвочка. Судя по всему, литник, относящийся именно к варианту, где мы захотим поставить зенитный Дэш-КМ. Так, деталь, ещё одна, деталь, литник, ещё один, относящийся к башне. Так, именно к нашей вариации, судя по всему, ну, возможно, к вариации там АМВ, там ещё были, были у АМ тоже свои развития. Детали дополнительной бронировки, вот эту на башню, как раз характерные до нумификации Т-55АМ, детали, прожекторы какие-то, видимо, сможет быть, специфические именно для этой модификации, какие-то вот дополнительные кожухи, мелочёвка, серьги, какие-то микроскопические, ручки, ещё, ещё вот, ну, такое вот, в принципе, присутствует, всё по-такому, достаточно так, характерно отлито, какая-то фактура литья или что-то такое, ну, похоже, кстати, на литую деталь, потому что есть некоторая фактура каких-то неровностей на ней сделана, то есть, ну, в принципе, оно действительно так и выглядит на реальном танке, поэтому в этом плане таком всё, я подозреваю, что сделал правильно. Так, помимо этого, вот такой литнищик, тоже совсем маленький, судя по всему, тоже имеющий отношение к нашей модификации, что мы тут, собственно, видим. Тут мы видим, что у нас есть лобовая деталь, судя по всему, верхняя, вроде как, достаточно интересными такими креплениями, наверное, относящаяся именно к нашему танку, и видим, что есть защита фар, осветительных приборов, отлитая в пластике. Вроде как, насколько я помню, если вернуться к конструкции, у нас в инструкции вроде как обозначали, что защита фар должна быть из фотоуправления, я не совсем разглядел. А, нет, нет, извиняюсь, извиняюсь, я тогда наврал инструкции, защита фара это мне показала, что здесь фотоэйдж написано, на самом деле это литник П, это просто обычный пластик, соответственно, нет, защита фара у нас сделана не из фотоуправления, она сделана полностью из пластика, и в принципе это даже очень хорошо, потому что это пруты с круглым сечением, даже если они не копийной толщины, ну, да, собственно, и черт бы с ними, главное, что мы не будем мучиться с фотоуправлением. Ладно, извиняюсь, что при осмотре инструкции мне почему-то показалось, что защита фар сделана из фотоуправления. Ну, да и, собственно, ладно, справедливость, и лица восторжествовала. Так, и, соответственно, еще один маленький литничек, все в отдельных, опять же, пакетиках, абсолютно никакой экономии вот таком с пакетами нет, даже фиг опять найдешь, где он, собственно, склеивается. Тут два литника у нас, соответственно, дублирующие, и это в основном мелочевка, относящаяся, ну, так что идет парная на танке, соответственно, детали дополнительных топливных баков, да, они уже, говорил, располовинены, будет шов, соответственно, держатели этих самых топливных баков, патронные коробки для ДШКМ, тоже они, кстати, располовинены, каждая из них располовинена, коуши, коуши, да, тоже не без мегоразъемности, не, скажем так, высверленные, а, собственно, вот с таким пазиком, ну, такая стандартная, дешевая, дешевый вариант литья коушей, ну, хотя бы пазик достаточно толстый, ну, паз я имею под трос, может быть, он туда даже войдет как-то относительно легко, ну, и еще какая-то парная мелочевка, то есть, литники абсолютно одинаковые, поэтому, как бы, в этом плане тут говорить про них что-то долго смысла не имеет, так, и, собственно, остается у нас группа литничков, которая у нас полностью, я так понимаю, относится к ходовой части, так, два литника, которые относятся у нас в основном к каткам, что у нас тут, так, соответственно, они абсолютно одинаковые, можно смотреть исключительно один, сложные формы катки у Т-55, я уж не знаю, как по копийности этой модификации, что там, как они, насколько они выглядят как настоящие, не берусь судить, но выглядят, издалека выглядят как похожие, звездочки, соответственно, ленивцы, элементы подвески, вот это самое, что-то похожее, ну, балансиры, не балансиры, балансиры, да, собственно, это обычно, балансиры, просто они такие, Т-55 достаточно специфической такой формы, ступичные крышки отдельно, да, там каждый каток, например, дорожный, по-моему, из четырех деталей собирается, довольно сложной формы каток, скажем так, сложной сборки, скажем так, ну, и всякое такое, и вот такой же второй литник, что логично, их два. К этому же еще добавляется у нас, собственно, и детали бандажей, так, опять я с трудом могу найти, где открывать пакет, не знаю, то есть, с одной стороны, конечно, такомские пакеты, это прям вершина технологий, заклеивающийся, с другой стороны, конечно, долго бывает разыскиваешь, где же они, собственно, открываются, так, четыре, четыре абсолютно одинаковых литничка с бандажами, это обычный пластик, соответственно, они надеваются на каток, соответственно, с рельефом литья вот этой резины, соответственно, который я уже говорил на реальных танках, наверное, повоевавших, скажем так, этот рельеф, скорее всего, будет уже давно стерт, так что, возможно, для какой-то больше копийности его нужно частично зачищать, по крайней мере, ну и вот их четыре, да, то есть, собственно, почему они и так, как мы сделаны отдельно, это, скорее всего, для более легкой окраски, соответственно, что красишь их отдельно, потом уже прокрашены, устанавливаешь на собранный каток, и тем самым, как бы, экономишь себе время, тебе не нужно как-то сложно, муторно выкрашивать эти самые бандажи, ну да ладно, и помимо всего этого, траки, литнички с траками, то есть, абсолютно просто пластик, ну, так вот, абсолютно обычный пластик, не как у дорогих производителей, где они там дают, бывает, из другого пластика, траки, соответственно, тут просто вот такие вот маленькие траки, соответственно, по 10 штук, условно, на литнике, как бы, ну, с несложной формы, гребень отлить, сасово, с самим траком, единственное, что вот по поверхности, где гребень, я вижу тут какие-то следы толкателей, или что-то такое присутствует, то есть, какое-то количество времени, судя по всему, на зачистку каждого трака потратить придется, но так как эта часть абсолютно гладкая, я не думаю, что это прям очень долго, очень много времени займет, но вообще стандартная возня с наборными пластиковыми нерабочими траками, в принципе, для меня это не новость, я думаю, для многих других тоже. Вот, по итогу, по итогу, с чем, с чем меня обманули, я так понимаю, кое-что, кое-что, с чем все-таки обманули, потому что, потому что, потому что я полностью перебрал содержимое коробки и всех пакетов, и по ходу получается, единственная деталь, которая мною не была обнаружена, это полимерные шайлы. Судя по всему, то ли сборщики сэкономили, то ли таком уже отказался от этих полимерных шайл в какой-то момент, но вот полимерных шайб я почему-то в своем наборе не нашел. Ну, кстати, их почему-то указано всего лишь две, не совсем понятно, может быть, это не подкатки полимерной шайбы, а может быть, это под под механизм подъема орудия, ну, хотя, вроде бы, нет. Ну, хотя, вот, вроде бы, он, наверное, этот механизм. Вот в этой части, где это, собственно, все устанавливается, тут ни слова, ни про какие полимерные шайбы нет, то есть, потому что странно, то есть, мне их не положили, их указано, что их две, то есть, их не подкатки, ну, не знаю даже, что имелось в виду, я их у себя в наборе не обнаружил, получается обман, получается воровство. Так, ну, еще маленький элемент прозрачный пластик, да, в этой модели вот таком он и есть, не у всех моделей таком и есть прозрачный пластик, абсолютно стандартный, перископы, какие-то приборы осветительные, там, еще немножко чего-то, ну, абсолютно стандартный прозрачный пластик, как бы, ничего плохого, ничего прям особо хорошего о нем сказать нельзя, он просто, в принципе, присутствует. Ну, да ладно, вот такой вот, такой вот у нас затянувшийся Т-55-й, 2016-й год от Таком, модификация АМ, конечно, уже сейчас, вроде как, по слухам, Райфилдовский Т-55-й это абсолютное величие, и как бы, наверное, с точки зрения покупки Т-55-го, наверное, сейчас имеет, скорее всего, смысл в покупке именно Т-55-го от Райфилда, но с другой стороны у Такома около 10 различных модификаций Т-55-ок, и, наверное, Райфилд не скоро, возможно, все эти модификации закроет. Так что, вот такой вот Т-55 от Такома.